Здравствуйте, в эфире очередной выпуск новостей зарубежной недвижимости от Приан. Сегодня узнаем, как живет после землетрясений Турция, какие возможности открывает недвижимость Индонезии, а также перечислим программы ВНЖ и гражданство из числа лучших в мире, еще актуальные для россиян. Турция. Безусловный рынок зарубежной недвижимости номер один в последние годы продолжает страдать от мощных подземных толчков. Землетрясения сказались на жизни миллионов, разумеется, не только турецких граждан. Из важного началась значительная миграция внутри страны. Из пострадавших районов в относительно безопасные. На этой карте показаны локации, куда поехали жители из юго-восточных провинций. На первом месте столица Анкара, на втором Анталья, на третьем Мерсин. Два последних города в топе у русскоязычных покупателей. Неделю назад мы начали разговор о неизбежных переменах в строительном секторе страны. Есть самые разные цифры о масштабе нарушений, арестах, предстоящих сносах. И, по-моему, сейчас спекуляций на эту тему больше, чем реальных фактов. Это замечают и эксперты на месте. Скорее всего, в некоторых районах будут пересматриваться нормативы этажности. И также вполне вероятно, что контроль за строительством будет передан от мэрии, от муниципалитета к Министерству градостроительства. Но на сегодняшний момент пока что ничего не увеличится. Все больше клиентов интересуются нормативами строительства, ГОСТами, которые у нас есть. Мы все это показываем, наглядно объясняем клиентам. Но я хотела бы отметить важную информацию. Пожалуйста, не забывайте, что не 98% домов, которые были разрушены в зоне бедствия, не подходят под нормативы и не проходили проверки ЯПДНИТИ, независимыми государственными организациями, которые ведут контроль строительства. Потому что во многих провинциях данные госпроверки были введены только после 2011 года. Вместе с тем, иммиграционные возможности для покупателей недвижимости, которые предоставляет Турция, по-прежнему очень заманчивы. Землетрясение, конечно, повлияло на спрос. В моменте он упал, по нашей оценке, примерно в два раза. Но покупать или подождать, арендовать сейчас или позже, это размышления, которые могут позволить себе иностранцы. У сотен тысяч граждан Турции ситуация иная. Они покупают и еще больше арендуют. Поэтому я, например, не согласен с прогнозами, что цены на недвижимость Турции сейчас непременно пойдут вниз. В пострадавших районах, да, вероятно. Понятные сомнения относительно старого жилья, того, что было построено 30-40 лет назад. Однако новостройки в непострадавших районах Турции в моменте, во всяком случае, оказались еще в большем дефиците. Уже из-за внутреннего спроса. Я всегда отмечала и отмечаю, что недвижимость, купленная иностранцами, составляет всего 6% от общего числа тех объектов недвижимости, которые продаются на территории Турции. И, конечно же, безусловно, вы сами понимаете, что 6% никоим образом не могут повлиять на 94%. Поэтому изменения, которые будут происходить на рынке недвижимости Турции, являются неизбежными. Если мы будем говорить о турецких гражданах, конечно, они приобретают объект недвижимости на Анталийском побережье Турции. Больше всего их привлекают апартаменты планировки 2 плюс 1 и 3 плюс 1, потому что квартиры 1 плюс 1 не подходят для постоянного проживания. К теме турецкой недвижимости мы еще не раз вернемся, а пока опубликован очередной рейтинг программ инвестиционной миграции от Хенли и Партнерс. Эксперты компании выбирают лучших по важным для заявителям критериям. В том числе репутация программы, качество жизни в конкретной стране, срок рассмотрения заявок, строгость проверок и так далее. Для граждан России этот рейтинг с прошлого года имеет меньшее прикладное значение, чем раньше. В обоих списках большинство возможностей для нас закрыты. И тем не менее. В рейтинге резидентских программ на 10 месте американская виза EB-5 по-прежнему доступная для россиян. Строчкой выше ПМЖ Кипра с вложениями от 300 тысяч евро в новую недвижимость. Седьмое место с недоступной мальтийской программой делит работающая программа Испании. Там минимальный порог вложений в недвижимость полмиллиона евро. Для формальности назову лидера рейтинга. Лучшей в очередной раз признана программа Португалии, о возможном закрытии которой мы говорили неделю назад. След одобрений заявок россиян, насколько нам известно, по ней не было. Теперь о схемах инвестиционного гражданства. Здесь список в целом скромный, всего 12 стран. На восьмом месте программа Вануату, островного государства в Тихом океане, паспорт которого можно получить за дарение от 130 тысяч долларов. Двумя строчками выше турецкая схема, о ней говорили и переговорили уже не раз. Здесь нужно купить недвижимость от 400 тысяч долларов. Турция в рейтинге шестая, но выше нее сразу семь государств. Ошибки тут нет, просто несколько стран делят одну строчку. Из семи пять это государства Карибского региона. Столь высокие места этих в общем малоизвестных стран отчасти объяснимы низкой конкуренцией, но отчасти именно возможностями, которые открывает такое гражданство. Это в первую очередь свобода перемещений. Безвизовый вес в Шенген, в Великобританию по нынешним временам немало. На данный момент четыре из пяти программ для россиян закрыта, открыта только Гренада, но скорее всего в ближайшее время и она будет недоступна для граждан России и Белоруссии. Изменение позиции Гренады – результат недавней встречи о руководстве страны с первыми лицами администрации США. Но думаю более-менее понятно, о чем на этой встрече могла идти речь. Официально, тем не менее, программа Гренады продолжает действовать, но все может измениться в считанные дни или даже часы. Впрочем, иммиграционные схемы обычно не закрывают просто так по щелчку и, видимо, будет некий переходный период. Тем, кто рассматривал получение второго гражданства, стоит обратиться к агентам программы. В описании к этому сюжету ссылка на перечень компаний. И в заключении резюме прошедшего на этой неделе вебинара о недвижимости индонезийского острова Бали мы провели эфир совместно с компанией Intermark Real Estate. Вот главные тезисы. Индонезия в политическом смысле нейтральная страна, в экономическом активно развивающаяся с низкой инфляцией. Бали – остров, занимающий прямо сейчас в рейтинге TripAdvisor второе место по популярности среди туристических направлений. Соответственно, объект для инвестиций на нем – апартаменты и виллы под краткосрочную аренду. Рынок Индонезии молодой. Безусловно, есть и риски. Куда же без них? Например, тут нет закона, защищающего дольщиков. Правда, такие законы вообще мало где есть. С другой стороны, и возможный рост стоимости за период строительства выше, чем на старых, кавычках, рынках. Эксперты Intermark оценивают его от 30 до 60, а иногда даже до 100%. Далее. Практически все на Бали продается на стадии офф-плана. Вложиться в готовый объект от застройщика шансов почти нет. Или переуступка, или просто вторичка. Практически все объекты уже с управляющими компаниями. Доходность от аренды, кстати, тоже может быть неплохой, благодаря высокой заполняемости. Разумеется, не может быть все идеально. Качество строительства на Бали – это вопрос. Есть девелоперы, которые хотят заработать в моменте. Много компаний, пришедших с других рынков, например, из России или Украины, среди них тоже бывают самые разные. То есть, выбор объекта – особое внимание. Наконец, оплата. Если из России есть разные способы, можно даже платить рублями. Ну, давайте, ладно, тут прервусь и вообще весь вебинар пересказывать не буду. Было много интересного на нем, а в описании также ссылки на запись и на подробную статью. На этом прощаюсь на неделю. Ставьте лайки, подписывайтесь на обновления и, главное, берегите себя и своих близких. Всем мира!